Во время пандемии многие вирусы отошли на второй план. Однако, кроме коронавируса, по-прежнему есть риск заразиться другими опасными болезнями. Защиту от многих из них может обеспечить вакцина. Это наиболее эффективный способ обезопасить себя от инфекции, предупредить зачастую потенциально смертельные заболевания, утверждают врачи. Для своевременной вакцинации каждого пациента существует национальный календарь прививок. По сути, представляет собой график вакцинации человека, любого гражданина Российской Федерации, начиная с момента рождения, с роддома детишек прививают и на протяжении всей жизни человека. Утверждается национальный календарь профилактических прививок Минздравом Российской Федерации. Вакцинация, согласно календарю, проводится в рамках обязательного медицинского страхования, бесплатно. После прививки иммунитет вырабатывается почти всегда. Вакцинация особенно необходима людям с хроническими заболеваниями, чтобы избежать серьезных последствий. Например, корь может осложниться развитием энцефалита, а гепатит В привести к циррозу печени и впоследствии к развитию злокачественной опухоли. Прививки, которые входят в календарь прививок от туберкулеза, гепатита В, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита. Вакцинация от пневмококковой инфекции, гемофильной палочки. Также включаются прививки по эпидемиологическим показаниям в национальный календарь прививок. В настоящее время это прививки от коронавирусной инфекции. Некоторые прививки необходимо делать регулярно, так как уровень антител с возрастом понижается. Не стоит бояться вакцины, уверяют специалисты. Препарат перед тем, как выпустить на рынок и в лечебные учреждения, тщательно тестируют, прописывают все возможные побочные действия. По сути, единственным противопоказанием к вакцине может быть аллергия на ее компоненты. Там высокая температура, гипертермический синдром, азноб, ломота в теле. То есть это реакция организма на введение вакцины и пугаться этого не нужно. Перед вакцинацией человек обязательно посещает терапевта, который осматривает пациента, измеряет температуру, другие показатели давления, частоту сердечных сокращений и оценивает показания и противопоказания к вакцинации у данного человека. После каждой прививки наименование вакцины, дозу, дату и время введения медики вносят в единую компьютерную базу. Информацию обо всех своих инъекциях пациент может получить в виде сертификата в любое время, если обратиться в прививочный кабинет или канцелярию поликлиники с документом, подтверждающим личность. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.